Время новостей на телеканале Ирбис. В студии Владимир Чубенко. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Вернут деньги. За теплую зиму в минувшем отопительном повладарцам сделают перерасчет. Задержали. Парень, избивавший сверстника, во дворен ВВС. Без работы и социальной поддержки. Почему 39-летний Руслан Федорченко остался без документов, удостоверяющих личность? Сколько можно? Три года ждать я тоже уже не могу. Денег я у вас России через знакомых этот инсулин брал. А сейчас все это запрещено. Не ввозят сюда никакие лекарства. Мультфильм «В палисаднике». Героев сказки своими руками создают жители городской многоэтажки. Выиграй авто в «Телебинго» и «Лото». Купи лотерею «Телебинго» или «Лото 6 из 49» и выигрывай главный приз или автомобиль каждую неделю. Покупай прямо сейчас на сайте sjeldus.kz или в отделениях почты и в точках продаж. В бизнес-центре «Дом инвесторов» сдаются в аренду офисные помещения бизнес-класса. Площадью от 30 до 300 квадратных метров. Стоимость 2,5 тысячи деньги за 1 квадратный метр. А также конференц-залы, спортзал и складские помещения. Обращаться по адресу город Павлодар, улица Луговая, 16, бизнес-центр «Дом инвесторов». Телефон 8708-971-1945. Фабрика бетонов реализует бетон, ФВС, кольца, перемычки, плиты, перекрытия. Телефоны 78-32-32, 78-42-42. Уважаемые граждане Казахстана, в связи с накалившейся ситуацией в стране, призываю вас всех соблюдать меры противоэпидемиологической безопасности, надевать маски, надевать перчатки, соблюдать социальную дистанцию и не находиться в местах массового скопления людей. Будьте бдительны, берегите ближнего. Закупают по просьбам медицинских организаций то, что необходимо. К масштабной акции подключились многие бизнесмены Павлодара. Подробности в нашем первом сюжете. Сегодня народные избранники приехали в провизорный госпиталь, развернутый на базе Третьей городской больницы. Привезли самое необходимое. Говорят, закуп проводят лишь после согласования с медицинскими организациями. Градусники, пирометры, различные емкости. Это помощь депутатов от фракции Нуратан в борьбе с коронавирусом. Помощь была оказана также партийцами. Это провизорный госпиталь Муэлды, провизорный госпиталь Баянтау. Это психоневрологический диспансер. Сюда же привозили лекарственные препараты. То есть вот таким образом оказана помощь. Привозят не только оборудование, но и лекарства. В рамках благотворительной акции уже собрали порядка 10 миллионов тенге. Сейчас ждут поставки дорогостоящей техники. К примеру, в одной из больниц попросили аппараты ЭКГ. Артем Кливан, Селикон Агбаев, телекомпания «Ирбис». 28 миллионов тенге вернут жителям Павлодарской области по результатам прошедшего отопительного сезона. Такие данные озвучили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий. Причина – теплая зима. Когда потребители увидят суммы в квитанциях, узнаем в нашем экономическом блоке. Спонсор бизнес-новостей – магазин сантехники и отопления «Кереметснаб». Всегда выгодно и комфортно. Обязанность услугодателя делать перерасчет за отопление с учетом фактической температуры наружного воздуха прописана в законе о естественных монополиях. Возвращать деньги он должен напрямую потребителям. Специалисты департамента провели анализ совместно с представителями предприятий, которые оказывают услуги по теплоснабжению по итогам прошедшего зимнего сезона. В результате жителям региона, пользующимся централизованным отоплением и не имеющим приборов учета тепла, сделают перерасчет. Факторы, которые повлияли на это при расчете, при нормативных расчетах, берется наружная температура минус 6 градусов, а фактически она сложилась здесь у нас порядка 4 градусов. Помимо этого, у нас отопительный сезон должен был по нормативам длиться 220 дней, а по факту получилось 198 дней. В этой связи перерасчет производится, который население увидит при последующем выставлении счетов на оплату. Со словом перерасчет будет графа перерасчет и будет указана сумма в зависимости от квадратуры квартиры. В результате проведенной работы сумма, подлежащая возврату населению за отопительный период 2019-2020 годов по Павлодарской области 28 миллионов 629 тысяч тенге. В том числе по городу Павлодару больше 10 миллионов без НДС. Александра Петрова, Ольга Шкрет, Валерий Павлов, телекомпания Ирбис. Валерий Петров, телекомпания Ирбис. Щебень. Оттуда вводим лес. Хочу обратиться ко всем. То есть как бы у нас есть река. Это дорога жизни когда-то была. Весной в период режима ЧП здесь отгрузили щебень. Работу остановили на основании нарушения. Заказчик уверяет, к благоустройству приступил подрядчик без его ведома. В качестве аргументов о необходимости причала приводят примеры. Проект позволит снизить движение автотранспорта, а это сохранение дорог. При помощи флота якобы сократится экологическая нагрузка от выхлопных газов. Мнения общественности разделились. И вот итог. Данные слушания проведены повторно. Первые слушания были признаны состоявшимися в связи с имеющимися недоработками в проекте. Уже на сегодняшнее слушание проект был представлен в доработанном виде. Слушания признаны состоявшимися. Проект отправят на экспертизу. Далее будет ясно, разрешат ли строительство погрузочного причала на особо охраняемой территории. Тимофей Голев, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Спонсор бизнес-новостей. Магазин сантехники и отопления «Кереметснап». Всегда выгодно и комфортно. «Кереметснап». Крупный поставщик отопительного оборудования и сантехники в Казахстане предлагает жителям Павлодарской области приобрести товар, не выходя из дома. Для вас отличный выбор продукции. Котлы, дымоходы, банные печи, радиаторы отопления, а также широкий ассортимент сантехнического оборудования от лучших мировых производителей. Внимание! При покупке котла длительного горения вы получаете гарантию, скидку на весь перечень товара и бесплатную доставку по городу. «Кереметснап» приглашает к сотрудничеству строительной организации и КСК. Оставляйте заявку на сайте компании www.keremetsnap.kz или звоните по телефону 8-701-241-58-72. 19-летнего Павлодарца, ставшего главным героем ролика, где запечатлена драка, взяли под стражу. Напомню, в сети появилось видео с жестоким избиением, а полицейские нашли участников конфликта и открыли уголовное дело покушения на убийство. Под стражей оказался вот этот парень. Молодой человек, напомню, под одобрительные возгласы толпы избивал оппонента, который при этом не оказывал какого-либо сопротивления, а лишь пытался спрятать лицо. Закончилось все тем, что обидчик стал прыгать по голове жертвы. После выяснения обстоятельств полицейские распространили видео с главным героем ролика, уже ВВС. В настоящее время 19-летний житель области во дворе ВВС города Павлодара. В отношении второго, с учетом его несовершеннолетнего возраста, 17 лет, применена мера пресечения подпиской о невыезде. Напомню, тому, кто бил, инкриминирует покушение на убийство. В полиции уточнили, оказавшийся под следствием несовершеннолетний подстрекатель, больше всех призывавших жестокости в ролике. Следствие продолжается. Артем Клеван, Сирикон Акбаев, телекомпания «Ирбис». В эту пятницу казахстанцы, оставшиеся без дохода в период карантина, смогут подать заявление на получение пособия в 42 500 тенге. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов. Время традиционного обзора новостей из соцсетей. Спонсор новостей из соцсетей – торгово-транспортная компания «Джет Логистик». Оставайтесь дома. Мы доставим. В Министерстве труда и социальной защиты населения разрабатывают правила назначения единовременной выплаты. Известно, что самозанятым казахстанцам не нужно будет вносить ЕСП при подаче заявки на выплату 42 500 тенге. Дайте каждому эти 42 500. Павлодарцы жалуются на отсутствие горячей воды в квартирах. В официальном инстаграм-аккаунте телекомпании «Ирбис» бурно обсуждают проблему. Напомним, более 300 домов на сегодняшний день без кипятка. ЕСТАЯ-99 тоже нет горячей. Майры-43 тоже нет с мая месяца. Когда появится горячая вода? За что платим? Света намотали? Ого-го! Дайте воду уже! Пользователей интернета удивило, а некоторых ужаснула фотография, опубликованная в Твиттере. Губы рыбы напоминают человеческие. Как отмечают специалисты, это семейство спинороговые. Снимок стал вирусным, набирает тысячи просмотров и лайков. Не меньше забавных комментариев. Во время карантина «Джет-Логистик» продолжает работу в усиленном режиме по всему Казахстану. Мы увеличили количество рейсов по всем направлениям, чтобы ваш груз был доставлен как можно скорее. А груз по городу Алматы забираем бесплатно. Просто оформите заявку на нашем сайте или по телефону горячей линии. «Джет-Логистик». Оставайтесь дома, мы доставим. Несколько лет Павлодарец не может получить удостоверение личности. Оформление постоянно затягивается. Без документов мужчина не имеет права на социальную поддержку. Непростая жизненная ситуация в сюжете Александра Петровой. Казахстанское гражданство Руслан получил в 2019-м, хотя живет здесь с 7 лет. Других документов у уроженца Узбекистана нет. Признает, виновата беспечность. Исправить ситуацию брался несколько раз, но безуспешно. Тем временем здоровье мужчины подорвал сахарный диабет, а следом туберкулез. Почти год назад, пока лежал в диспансере, снова занялся оформлением удостоверения личности. В итоге выдали лишь ИИН. Для документирования его удостоверения в личности, учитывая, что он впервые обращается для получения документов в 39 лет, необходима проверка и факт о рождении через органы ЗАГС. В связи с тем, что Федорченко разжен в республике Узбекистан, то запросы направлены в ЗАГС города Денов, на которые до настоящего времени не получены ответы. Запрос сотрудники миграционной службы отправили 13 мая. Руслан недоумевает, почему не сделали это раньше, если знали, что процедура не быстрая. Сколько можно, три года ждать, я тоже уже не могу. Денег я вот с России, через знакомых, этот инсулин брал. А сейчас все это запрещено, не ввозят сюда никакие лекарства. А он у меня уже кончается. Как быть, это все на крайней жизни, можно так сказать. Потому что инсулинозависимый. Без удостоверения личности Руслан не может устроиться на работу, прикрепиться к поликлинике. А главное, не имеет права на бесплатные лекарства, которые ему необходимы каждый день. Живет с мамой-инвалидом. Инсулина осталась на две недели. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Дополнительно 80 миллионов из республиканского бюджета запросили в отделе жилищной инспекции Павлодара, чтобы оплатить заявки на компенсацию за комуслуги. Этих денег сейчас ждут более 5000 горожан. В том числе и Людмила Кулакова. Напомню, женщина уже третий месяц надеется на помощь от государства. За ситуацией следит Азиза Исабай. Людмила Кулакова живет одна. Напомню, весной она, как и многие нуждающиеся повладарцы, подала заявку на компенсацию за комуслуги. Положенные 15 тысяч за апрель и еще столько же за май на счета так и не поступили. Говорит, минимальной пенсии едва хватает. Из 40 я отдаю за кредит. Кредит не на мебель, не на что. Я на сантехнику брала кредит. У меня полетела сантехника. Теперь я не знаю, на что жить. С апреля месяца теперь я не плачу за комуслуги. И за три месяца у меня накопилось. В следующем месяце я вообще не знаю, как концы с концами сводить. Пенсионерка переживает. Соседям и знакомым, кто подавал заявки на компенсацию, деньги за два месяца уже перечислили. Но в ее квитанции за июнь долги. Как известно ранее, чиновники подтвердили, что в списках за апрель ее нет и уже не будет. А вот за май обещали оплатить. Средств до сих пор нет, а женщина продолжает обивать пороги Кривенко-25. Я устала от этих закрытых дверей. Я хожу туда, меня никто не пускает. Телефон звонит, уже не берет никто трубку. А если вдруг я дозвонюсь, они говорят, у вас все хорошо, ваше прошло. Ну а куда оно прошло, кому оно прошло? Ведь где-то же эти деньги есть. Неужели трудно разобраться? Я же не прошу, чтобы отдельно мне какую-то помощь. Ну дайте то, что положено нам малоимущим. Все, больше мне ничего не надо. Напомню, принимать документы по 15 тысячам за комуслуги перестали 24 июня. Всего за компенсации обратились свыше 20 тысяч повладарцев. 15 308 заявок уже оплачены на общую сумму 230 миллионов тенге. 138 получили отказ. При этом более 5000 человек все еще в ожидании денег. В том числе и Людмила Кулакова. В отделе жилищной инспекции по телефону нам сообщили. Ждут второй транш из республиканского бюджета. Дополнительно запросили 80 миллионов тенге. Уверяют, что в ближайшее время выплаты произведут в 7. При этом точных сроков не называют. Если будете ругаться, то останетесь без квартиры, заявили Павлодарцу, простоявшему 16 лет в очереди на получение жилья. В его семье 6 человек. Вместо положенной трехкомнатной предлагают двушку, утверждает чернобылец. Видеообращение он записал в наше мобильное приложение и отправил. Жалуются люди также, что в маршрутках за проезд с пенсионеров продолжают брать по 80 тенге. Давайте посмотрим. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега». Сообщаем нашим покупателям, что для вас функционирует малый торговый зал. Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. Маршрутное такси. 111-й едем. Ни в одном, это первое такси, но в основном, сколько ездило, ни в одном такси нет проезда льготного для пенсионеров. Нет вывески. И когда даешь 80 тенге, они молча забирают их и все. Пожалуйста, проследите за тем, что в маршрутках сделали вывески, как это везде в автобусах, какой проезд для пенсионеров, школьников и общий. Я Гамнасыров, есть полгайнулинович, чернобыльец, инвалид третьей группы. 16 лет в очереди стоял. Нас через 6 человек в семье. Вот сегодня нас вызвали в ЖКХ. Документы собрали. Подошла ваш очередь, сказали. Мы в ЖКХ поехали, документы сдали, обратно едем домой, они нам звонят. Вам двухкомнатный. А нам... Нас семьи шесть. Нас семьи шесть человек, нам трехкомнатный положено было. А как теперь говорят, мы начали ругаться, они говорят, и вот этот двухкомнатный тоже не получите, если будете вот так делать. ЖМС-1. Поле есть, а зеленого поля нет. Почему так несправедливо? Десятое поколение растет. А мы все не можем поля дождаться зеленого. На Кутузе здесь четыре строят у нас. Улица Лебяжинская, угол Теплова. Прямо из-под земли струится вода. Примите меры, пожалуйста. Это проспект Назарбаева, 48. Наша КСК Гулливер. Вот смотрите. Сзади дома. Ничего не убирается. Уже больше двух месяцев. Примите, пожалуйста, меры. Биктура 18. Первый подъезд. Куда смотрит КСК? Труба бежит. Подвал заливает. Обращались в КСК. Сказали, что надо менять полностью здесь все трубы, чтобы жители складывались. К кому обращаться? Разве это не КСК делает? Трубы в подвале меняет. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега». Сообщаем нашим покупателям, что для вас функционирует малый торговый зал. Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. Мега-скидки. Мега-выбор. Мега-мебель. Современные гостиные. Мега-комфортные спальные гарнитуры. Идеальные обеденные зоны. Мега-широкий ассортимент лучших российских и белорусских фабрик. Для любителей нестареющей классики – изящные модели. Лаконичный модерн для мега-современного интерьера. Огромный выбор мебели на любой вкус. Вас приглашает оценить новое поступление «Торговый дом Мега». Мега-грандиозно. Сказочные герои из полюбившихся мультфильмов поселились в Павлодарском дворе. Все началось с обычного благоустройства. Как творчество объединило жителей городской многоэтажки, расскажет Артем Клева. Началось все с высадки цветов. Сами покупали, некоторые привозили рассаду с дач. Потом жителей этой многоэтажки по Камзино 70 массово потянуло на творчество. Первыми появились «Волк» и «Три поросенка». Поселила их здесь фантазерка Тамара Бусина. Опыт оказался удачным. Начала в интернете рыться, смотреть, что там понравилось. Мне сильно понравился ослик. Я этого ослика думала, думала. Но там в интернете не все, конечно, показано, как это надо делать. Своей головой доходила. Ослика поставила. А, ну давайте ослик, похож на мультяшного. Давайте дальше. У меня еще внучка жила. Внучка мне помогала раскрашивать. Потом мы Винни-Пуха сделали. Зайцы, кролики к нему. Сегодня здесь уже и Винни-Пух со своими друзьями. Герой мультфильма «38 попугаев». Впрочем, несказочных персонажей хватает. Жильцы дома признаются, мало кто проходит мимо. Вандалов, к слову, ни разу не было. Случались лишь кражи. Первый год, когда мы только начали выставлять, мы потихоньку каждый год что-то добавляем. Что-то Тамара Николаевна делает, мы добавляем. Были такие случаи, когда уносили. Просто уносили. Просто эти вот отсюда. С цветов. А так, чтобы сломали или что-то такого, так сказать, не было. А начали вот наоборот помогать. На тех, кто унес персонажей с собой, жильцы не в обиде. Говорят, спустя три года к делу приобщили и местных детей. Помогают соседи из других домов. Сказка под окнами в буквальном смысле регулярно получает продолжение. Артем Клевать, Серикон Агбаев, телекомпания «Ирбис». Ну и перейдем к новостям спорта. Казахстанский хоккеист Найджел Доус перешел в российский клуб. Форвард подписал контракт с казанским Акбарсом на один год. В прошедшем чемпионате континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счет 50 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина у него одна результативная передача. А какие изменения происходят в отечественном футболе, сразу далее. Экс-нападающий футбольного «Иртыша» перешел в израильский клуб. Грузинский форвард Ливан Куталия пополнил состав Телевивского «Хапоэля». Ливан Куталия в 2019 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Грузии. В сезоне 2019 в 33 матчах за Тибирийское «Динамо» он отличился 20 раз. Состав «Иртыша» форвард пополнил во время зимнего трансферного периода. За Павлодарцев он успел сыграть всего два матча. В первом туре Премьер-лиги против Кайсара не реализовал пенальти на 85-й минуте матча. Покинул расположение клуба после его снятия с чемпионата страны. Профессиональный боец ММА из Павлодара Фаниль Рафиков готовится к очередному бою в рамках турнира NFC 24. Сейчас он проходит сборы в южной столице. Тренировки из-за пандемии коронавируса ведутся под открытым небом. Скорость и точность ударов, которые отработаны за годы тренировок. Но Фаниль Рафиков уверен, пределу совершенству нет. Поэтому день за днем оттачивает свои навыки с лучшими тренерами Казахстана. Несмотря на непростую эпид-ситуацию, связанную с пандемией, Павлодарский боец продолжает идти к цели. Конечно же, ситуация в стране не позволяет готовиться на все 100%. Я делаю все возможное, что в моих силах. Хотел бы сказать большое спасибо своей команде. Куб одиноборс номер один за поддержку, оказанную в сборах. А я порадую своих болельщиков, свой город. И мы привезем победу в наш город. Всем большой привет. Павлодар, сила. Турнир пройдет 7 августа в городе Актау. Соперником Павлодарца станет файтер из Мангистауского региона Канат Кульмаганбетов. В Павлодаре подвели итоги открытого городского онлайн-турнира по шахматам. Самым юным участником соревнований стал Омар Бек Адлет, 2013 года рождения, а самым взрослым Михаил Кашкаров, 1953-го. Среди юношей первое место занял Степан Луцик, а среди девушек Нурсулу Оразалина. Вот такая статистика. И на этом у меня все. До встречи завтра в это же время на телеканале Ирбис. Пока. Субтитры предоставил DimaTorzok Семей день будет ясный 30 градусов. В Караганде 27 теплоосадков не ожидается. В Нурсултане тоже без сюрпризов. Воздух прогреется до плюс 30. По Павлодару сведения предоставил Казбедр медцентр. Согласно им, в нашем городе будет солнечная погода ночью 18, выше 0, днем 32 градуса. У меня на этом все. Будьте здоровы, берегите себя и до завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok